И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated, Вескер на связи, ну а это Air Memories of the Old, и мы продолжаем. Я... Смотрите, мы с вами в прошлый раз нашли логово Umbrella, то есть наше логово, ну мы же Umbrella Tech, ну как ни крути. Но, смотрите, у нас с вами осталось очень много, ну ладно, не так много, но все же достижений, которые еще не сделаны. А я хочу... А это все-таки игрушка такая, знаете, вот казуальная, чисто на историю, чисто прохождение с открытым миром. Давайте мы сегодня с вами полетаем, поищем все-таки то, что не открыли. И как раз-таки, наверное, сюжет закончим, потому что я чую, сегодня будет финал сюжетки. Если не сегодня, то точно завтра или послезавтра. Смотрите, я поискал лесу, не стал отрицать. Оказывается, статуя есть, она вот здесь. И вот здесь что-то тоже есть, и тут. Вот, в общем, есть много мест, куда стоит слетать, куда стоит посмотреть. Давайте мы сейчас... Вами... Кстати, заодно вы можете видеть вот эти все достижения, что у нас есть. Вот, которые мы, кстати, вот... О, мемориал даже находили, красота. У нас с вами нету шизочки. Эквилибриум, это пройти игру. Незваный гость, найти остров крабов. Каменные хвосты, найти статую лисы. Рябь на воде, вступить в источник. Слушайте, а нам практически не так много осталось-то. Я думаю, сегодня мы даже быстро сделаем. Давайте тогда этим с вами займемся. Так, это достижение, вот так выключается, да? Да. Да, все так. Так, сначала давайте я сориентируюсь, где мы находимся. Мы находимся в заднице. Давайте сейчас мы тогда к лисе сразу отправим... А, нет, подожди, ближайший к нам... Ближайший к нам... А, ближайший к нам прямо остров. Я так понимаю, потому что... Ну, крабы в холодных регионах не водятся, так ведь? Ты черт их знает. Плюс нам Джон говорил, что у водопада очень красиво. И стоило бы туда залететь-то. Давайте посмотрим. Так, нам дальше, вон туда. Джон говорил, что у ветреного водопада очень красиво. Так, я попытаюсь к нему. А, значит, скорее всего, это была подсказка на Крабий остров, я так полагаю. Надо только понять, где он. А, вот, кажется, вот это, да? А может, что нет. А может, вот там. А может, не там. Да, вот он. Вот он, Крабий остров. Добрый день. Амбрелла Тачинка. Незвантый гость, найти устав Крабов. Там-то... Мне нравится. Реально. Такие ритмичные Крабы. Там-там-там. Там-там-там-там-там. Отлично. С одной разобрались. Давайте тогда сейчас сразу к лисе. Она вот на этом островке находится. Стоп. А вот про этот я не припомню-ка. А вот тут мы читали? Я только сейчас заметил. Хотя я вот тут пролетал, значит... Не, подождите. Если я тут пролетал, я бы Крабов бы нашел бы. Началь была спящая. А, нет. То есть я был все это время рядом с Крабиостров, да? Это было. Ну да, я тут был... А, ну да, я же был на этих водопадах-то. Вот заметили, как спрятали это все их? Нам куда сейчас? Так, я сейчас... Нам надо на северо-восток. Ускорение свободного падения. Так. Мемориал Великого Шизика. Впереди. Так. Мне очень нравится, что здесь есть кнопки управления. Так. Мы близко? А, кстати, можно за... Так, подождите. Сначала... Леса. Так. Восточные ступени. Это не то. Хотя тут, кстати, есть... О. Так. Так. Так, сориентируемся. Давай-давай-давай. Ну, это город, в котором мы были не так давно. Индустриальный город. Кстати, здесь тоже камень прорастал. Откуда этот камень вообще берется, непонятно. Так. Нам нужно вот сюда развернуться. Вот здесь где-то должна быть лиса. Это был ее город раньше. Лисичка. Вот она. Ну, привет. Лисичка. Сестричка. Найти статую лисы. А тут кто-то есть. Это защитник, к которому отец и отец моего отца просили о помощи еще... Стоп! Но я тут был! Я был у этой лисы! Эта фраза была. Мы смотрели здесь. То есть, получается, я был здесь, но мне эту лису не засчитали? Я же говорил, я видел эту лису-то-то. Но я думал, может быть, я спутался с лисой в пещере, поэтому, может быть, там, не знаю, там, замылилась. А нет! Играем я газлатилом. Игра меня газлатила. Красота! Игра газлатила. Что дальше? Так. У нас что осталось? Рыба ступить в источник и понравится детенышу ламбу. Но это, я полагаю, это на основном острове. Слушай, реально, финал уже так близко. Финал так близко. Ну что ж, давайте полетели. Так. Просто летим. Никуда не сворачиваем. Ну, врежемся, может быть, во что-нибудь. Не страшно. Ну, мы, заметьте, изучили абсолютно все. Кстати, давайте попробую зайти сюда. Может быть, храм откроется вот этот вот? Мне любопытно. Ну, скорее всего, должен быть открыт. Это же алтарь творца, как ни крути. Ну, нужно же его как-то открыть, ведь в конечном итоге-то. Ты открываешься? Нет. Тоже. Нет, здесь тоже нужно что-то ставить, но непонятно что. Так. Ускорение свободного падения. Вперед. Ну, раз нет достижения с открытием алтаря, я так полагаю, это зона закрытая сама по себе. Хотя жалко. Хотелось бы зайти все-таки. А то, значит, летает в воздухе источник уничтожения всей острова. А я вам говорю, это источник уничтожения всей острова. Нет, ну, смотрите, вы видите, как город, как вот один большой остров. Это, знаете, это разбившийся гигантский воздушный континент. Вот однозначно. Он разлетелся на мелкие кусочки. То есть раньше-то было единое. Зона один большой такой монолитный остров. То есть видно, что они все разошлись в стороны от центральной части. Так. О. Я в пшено упал. О. Привет, молодняк. Кто из вас ламба? Это ламба, это лама. Да ладно, где у... Где-то же должен быть детеныш ламбы. А, детеныш, это взрослые. Точно, я немножко заглупил. Давайте искать, найдем. Вон там ламба. Привет. Понравится детенышу ламбы. А та сбежала. Привет, ребятушки. Давайте я с вами сфоткаюсь. Нас любит... Нас любит ламба. Ламбы дальше все. Мы наши... Слушайте, получается, осталось... А, значит осталось только колодец, да? Хе-хе-хе. Все. Они... Они признали меня своей матерью. А ты никто. Тебя выбросили из жизни. Ты бросил их. А меня не приняли. Вот что значит. Грамотный подход. Так. И источник. Не плюс свой колодец, наверное, получается. Это будет, да? Вот он. Ну, это единственный источник, то есть, имеется в виду вода, я так понимаю. Рябь на воде. Ступить в источник. Ну, все. Давайте к Мелвину зайдем. Прежде чем активировать вселенский пиздец. Если кто не понял, у нас с вами полный набор ключей, полный набор печатей. Привет, вселенский пиздец. У маяка, потом... А может быть, нам и дадут, кстати, войти, скорее всего. Ну, нет, ну не будут же делать гигантское воздушное святилище без возможности посетить нам как туристу этой территории. Нет. Однозначно нет. Школа паломников. А теперь уже официальную учебу. А где старик? Мелвин? Куда он подевался? А он, кстати, точно все закрыто? Да, у нас только осталось с эквилибрием пройти игру. Вот так вот. Вот так вот потихонечку проходится все это дело. А, кстати, если что, программа коррекшена обновилась. Там столько всего про обновление сделано. И эта программа мне подсказала одну идею, как можно подключить ее. Если я найду способ, то мы это сделаем. Потому что там очень много игр, которые я хочу с вами пройти на этих картриджах. Реально, вот такие хорошие классические игры. Плюс я еще нашел пару интересных игрушек, которые тоже можно применить. Так, ну и где этот половник? Молвельник. Кстати, а реально, а где он? Подождите, а Мелвин-то где? Он что, может там с ними? О, вот ты где, я тебя везде ищу. Боюсь, нашлось немного подсказок. Пещеры, черные камни, светочкары, открывающие храмы, все это дает угрозу. Ты наконец встретился с последним хранителем? Похоже, твое паломничество станет моим последним свершением. И не только моим. А, то есть, ты официально говоришь, что мы всех пробьем. Ну, нам дало официальное разрешение, свыше все можно. Наш мир болен, снег заносит южные земли, животные умирают, и ты тоже меняешься. Ну, как бы мы оборот, что ты хочешь? Ты сияешь, но не из-за света, словно от тепла или чьего-то присутствия, а весь мир погружен в холод. Давние времена кара молилась у маяка, чтобы знать, где ответ, и теперь настал твой черед, я буду ждать тебя наверху. Спасибо. Спасибо, Мелвин. Так. Значит, мировому пиздецу не избежать. А ты что скажешь? Нет. Это было отличное приключение, ты ведь тоже так думаешь? Я обыскала всю половину острова, нашла всякое разное. Папа чуть с ума не сошел за это время, пока я обещал ему сообщать о своих планах заранее. Но это не так интересно. Я достаточно взрослый, чтобы отправляться в экспедицию без спроса. Ну да, если остров по тобой развалится, ты упадешь в бездомную пропасть. Последний раз возьму летучую лодку и улечу далеко-далеко, только не говорим, ладно? Я обязательно скажу об этом. Ты с меня ты с половиной с меня ростом. Не говори ей. Привет, Оук. Я рад, что ты вернулась. Ты посетила последнего хранителя? Я восхищена. Знаешь, Эрин отправилась в экспедицию. Я знал, что так будет. Сердце подсказало или опыт. Надеюсь, она будет хоть немного похожей на тебя. Нам повезло так долго прожить спокойствие, но сейчас что-то случилось. Мир словно затаил дыхание. Поговори с Мэдвином, расскажи, что случилось с последнего к родителям. Может, он поймет, что происходит. Уже говорил, ни хрена не понял, старик. Привет, Оук. Спасибо еще раз за то, что вернул Эрин домой. Она провела тщательное исследование и много внимания уделила мелочам. Я договорился с ней. Я отпущу ее в экспедицию, если она сначала сообщит мне о своих планах. А вдруг Эрин узнает что-то важное? Со временем она может стать стажером дальних земель. Или будет изучать древние свитки, как твой учитель. Но я чувствую, что грядет что-то страшное. Надеюсь, нам повезет, темные силы отступят и в наши земли вернется мир. Тебе лучше поговорить с Мэдденом. Мы больше всех знаем. Вы больше всех знаете о том, что происходит. И он хотел с тобой встретиться. Ну, с Мэдденом я уже поговорил, спасибо. Ну, кстати, респект, что они готовы отпустить дочку, хотя она такая мелкая. Но это их дело. Ладно. Идемте наверх. Так, старик, ты где там наверху. Размещаем все. О! Нас уже встречает. Активация силы маяка. Объединить три элемента, три стихии, три знака. лазер. хм. 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 Так, четыре пастаси. И куда же ты у нас смотришь-то? Ну, естественно. Естественно, в зону хранителя. До свидания, Оук. Надеюсь, мы скоро встретимся. Пусть будет легок твой путь путешественницы. Не знаю, что происходит, но ты сможешь выяснить это, Оук. Следуй за лучом к алтарю творца. Мелкая, что ты скажешь? Оук, что стряслось? Куда ты собралась? Обещай, что вернешься и расскажешь мне во всем, что происходит. Ой, хоть кто-то обо мне беспокоится. Спасибо. Мэдвин? Оук, все хорошо, дети. Это плохо уже на запись на табличке из маяка вырывается яркий луч. Только бы не новый разрыв. Как бы, как мы его назовем величайшим разрывом? Боюсь, что на этом паломничество не заканчивается. Хотя, ты прошла дальше, чем другие, до тебя. А, подожди, а другие издохли, что ли? Ясно. С чем бы тебе не пришлось столкнуться, но в конце я верю, что ты вернешься домой и расскажешь мне много интересного. Ты уже много узнала, больше, чем знали все мы. И я, в том числе, о древних и нашем прошлом. Иди, ты ищи, что там в конце этого луча и прошу дела, будь осторожна. Ладно, двое за меня беспокоится. Респект. А я могу влететь в луч? Могу. Давайте по лучику улететь. Я в луче света. Без пафоса, без всего. Почему так зловеще? О, давайте наверх попробуем залететь. Вон туда. Может там что-то будет? Может там лиса нас встретит? Оу. Ох! Ворота открылись. Ворота открылись. Так, и куда они? А, они прямо сюда. А, тут ничего не надо? Кстати, заметьте, тут тоже летает этот черный камень. Может быть, творец-то черный камень? Хотя тут эльфы. Ну, пойдемте. Алтарь Творца. Чем ему вообще алтарь, кстати? Он же, реально, весь мир его алтарь, как говорил Мэдвин. Охрена ему? Он себе сам алтарь сделал в лице всего мироздания. Кстати, это хорошая аллюзия на том, что если вдруг вы верующие, вам не нужны религиозные организации. Помолитесь в своей жизни самостоятельно. И все. Спасибо, нас заперли. И это если это алтарь Творца, то алтарь творец какой-то мрачноватенький. Что? Ты нахрена бросила фонарь? нас убили, что ли? А! Эти свечи зажигательные вот толку, ясно. И мне почитать тут ничего не дадут, да? Оук, постой, послушай меня, ты знаешь, кто я? Ты Кара! Как я угадал? Я Кара, у нас мало времени, но я попробую объяснить, мы с тобой одна семья. Гениально, я не удивлен, ты, скорее всего, моя пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра и сколько там миллионов пра-шизичек. Когда-то Творец одарил меня своим светом, своей надеждой и мечтой, силой. Это было в дни Великого Разрыва. Это и твоя сила тоже, Оук. Она спасла тебя от прикосновения бездны. Она стала сильнее. Я буду защищать тебя как можно дольше, но у нас очень мало времени. ты вот-вот войдешь в тюрьму бездны она заперта за пределами нашего мира и там я не смогу помочь тебе следуй за мной а то есть я в любом случае помру да стоп но это же алтарь творца к минуточку поясни мне если это тюрьма бездны почему то есть получается бездна от творец по логике то выходит если бездна заперта за пределами нашего мира получается она снаружи они внутри нашего мира она же получается пустоте кстати столько фонарей понимаешь ок я память самой себе теперь когда я отдала лампу я скоро угасну я могу говорить с тобой только здесь и сейчас нет пути назад это наш единственный шанс люди небо закрыли свои сердца от бездны но этого мало она почти вырвалась из своей тюрьмы на волю никто не сможет остановить ее от разорение нашего мира никто кроме тебя гениально мы должны с тобой и основе ну примерно там был сказан я не успел почитать ты можешь не улетать я нихрена не вижу под ногами а вот тюрьма простей я так много хочу тебе рассказать сколько истории я бы повидала но у нас мало времени дальше мне пути нет это только твоя миссия миссия в которой ты узнаешь кто ты на самом деле я творец эта дверь ведет к пределам между нашим миром и вечностью именно там ты столкнешься с бездной ты должна завершить то что начал творец и собрать воедино то что было разделено я знаю что ты справишься бог боюсь настало время прощания я буду следить за тобой пока у меня хватит сил я верю тебя спасибо а куда ты решишь ты же сказал что это последняя твоя . дальше ты не можешь а тут есть какая-то табличка почитать о мы теперь аватаранг мы теперь аватаранг ну давайте открываем ворота эй тварина вылезай смерть пришла самый короткий эпизод выйдет у нас чем-то чую но игра реально интересная мне она очень нравится как открытый хорош визуальный мир спокойно и мило приятно прекрасно я ни хрена не вижу но тюрьма тут очень красивая посмотрите-ка высокие потолки колоннада дымка тьма кстати с чего немножко перестарались мне кажется это можно активировать нет я почему кажется здесь искать какие-то источники света может быть их и нету ухты вам обязанность так прыгать вниз нельзя ясно это я день я из что не могу перепрыгнуть я не стал туда лезть намеренно то мне что померять что ли еще так эй бездна ты где не нравится сидела я вот сюда а вене пускай мне прямо только да спасибо привет ой да ты скелетон местный мне объединиться с тобой что ли хотя у тебя свет на другой руке или получается бездна это и есть божество как приручить бездну ну это творец скорее всего я так полагаю ни хрена не понял но очень интересно эквилибриум пройти игру все достижения у нас стоп и все а прокрутить можно скипнуть как нибудь ну да но смотрите полный список достижений стопроцентно пройдено ну слушайте неплохая игра правда последний эпизод вышел у нас получается такой коротенький но в целом мне зашел я посмотрю будет ли в финале может какая-то анимашка дополнительная а кстати скорее всего будет смотрите видите пока с вами поговорим тогда там что видите уже пошли главные такие крупные изображения значит получается все игра подходит своему уже титровому финалу значит там может что-то будет в целом мне понравилась история но все-таки слегка немножко учитывая что мы прочитали все свитки всю информацию побывали в каждом храме поговорили с каждым местным башком всех типов и размеров я могу сказать следующее что в принципе из он конечно понятное но непонятно откуда взял этот короку кто он такой вот его реально непонятно что это за короку понятно что там были какие-то мифические летающие ожившие камни каменные статуи но непонятно почему сейчас нету у нас здесь есть какая-то бездна которая судя по светочу на руке это сама само божество но по-другому никак так лицензия ну вот как раз таки такое ощущение будто вместо божок сам все это затворил решил поиздеваться над бирком подосладиться а потом сам себя запер типа его и мы вместе доставили не хочу никого видеть сейчас мы его пробудили прочистили все же мне интересно к чему это все придет ну серьезно ну-ка давайте посмотрим на всякий случай я хочу понять где будет последнее сохранение может быть мы можем продолжить потом чисто попутешествовать полетать по красивому миру посмотрите результат но такое тоже бывает вполне себе может быть надо надо проверить надо проверить все у меня ел больше нечего так давайте-ка я войду на всякий случай глянем глянем если кара сейчас появится значит это реально финал и больше ничего нам не светит а может быть не появится может нас фонаря уже нету сейчас посмотрим да это все то же самое вообще забавно кстати что ее убивают бездна ее силы мысли убил отсюда кара наоборот воскрешает лан давайте в главной вернем вернемся даже смотреть мы реально ее прошли все достижения получили но я надеялся что будет какой то там послесловие ну потому что совершенно непонятно что все таки в финале случилось у главной героини загорелась рука у бездны тоже загорелась рука они прикоснулись она видимо прочинила эту бездну в целом повествовательная часть истории мне понятно что было предтечью происходящим более-менее мы тоже с вами поняли а что впереди то ни хрена не понятно уничтожил сумел бездна вышла всех прибила бездна стала новым богом и всех помирила и объединила что произошло то непонятно выжила ли в конце концов наша главная героиня или не выжила она помогла ей кара не помогла спаслась сама кара в конечном итоге дожила до объединения островов или там ничего не объединилось все было кончательно уничтожено ну вопрос остается открытым реально хочется хотя бы понять что все таки в результате то как вы видели по последней все таки кат-сцене там она прикоснулась бездна то ли имела тоже какую-то систему контактов не знаю тоже имела свет бога то есть как бы сам себе навредить бездна видимо не могла не могла следовательно это скорее всего была бездна создала и этот мир и так полагаю потом видимо хотела уничтожить но ее выгнали видимо из мира или что там духе случилось не знаю или запер или эти ворота может быть были входом в этот мир на самом деле а бездна там в своей квартире кижила и сделал генеральную уборку а тут кара пришла не надо у нас твоя сила я не забыл ну не поймешь конечно не поймешь но в целом в целом история очень интересная самоповестовательная часть мне понравилась местные нпс простые приболедейные вот это мне очень нравится открытый отгробный мир вот буквально то есть мы могли бы делать все пошагово то есть сказать взлети туда взлети туда а я полетел сразу на север киту и от кита обратно начали все изучать здесь реально открытый мир выбирай что хочешь открывай с чего хочешь и мы даже с вами вот когда были глюки у программы видеозаписи помните этот момент у нас был я рассказывал вам на одной из геймплей помпу четвертый эпизод что без любой печати в другие зоны вы не войдете но если получить хотя печать в любой точке получили все вы можете войти в другие любые зоны все вам путь открыт куда хотите туда идите то есть очень вариативная зоны все открыты ходи куда хочешь делай что хочешь болтай с кем хочешь в любой последовательный и как это не повлияет на итог финала это явное дело но в этом плюс мне очень понравилось так что в принципе я рекомендую всем надеюсь что вам понравилось это прохождение ставим лайки пишем комментарии обязательно интересно ваше мнение по поводу этой игры ребят ну и конечно же подписываемся на канал и все социальные сети у нас найдете в описании к этому геймплею ну а с вами был вескер амбрил тачинг ждите нового геймплея по новой игрушке уже очень скоро уже в следующую субботу а может быть даже чаще постараюсь как-нибудь но пока по субботам только уход геймплей но я думаю можно будет расширить как говорится не только стримы но и геймплей может добавлять посмотрим удачи и но и и и и